Инспектор ДПС в Новолагском районе отказался от взятки в размере 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено на 54-летнего жителя республики. Об этом сообщает пресс-служба СК России по республике Дагестан. Известно, что подозреваемый не хотел, чтобы на него составляли протокол за серьезные нарушения. Движение по новым обездным дорогам в Дербенте и Хасавертие планируют забустить в 2025 году. Протяженность дорог составит более 50 километров. На реализацию проекта потребуется около 50 миллиардов рублей. Как сообщалось ранее, строительство объектов должны приступить в этом году. Обе обездные дороги должны соответствовать первой категории, иметь четыре полосы движения, что позволит пропускать от 25 до 30 тысяч автомобилей в сутки. В Роспотребнадзоре страна отмечает, что в регионах наблюдается не только подъем заболеваемости, коронавирусной инфекции, но также велика доля случаев гриппа и других вирусных заболеваний. Ведомстве напомнили о простых правилах, которые помогают снизить риск заражения. Это часто мыть руки с мылом, соблюдать расстояние, носить медицинские маски и другие средства защиты. Трое вооруженных людей напали на бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Изилова. Инцидент произошел в дагестанских огнях вечером, когда Изилов пешком возвращался домой. «На меня сзади напали трое с оружием, свалили и начали бить пистолетом. Говорили, чтобы я успокоился», – рассказал он. Бывший народный избранник уже обратился с соответствующим заявлением в полицию.